Всем привет! Посмотрим с вами сегодня несколько демок в честь недавно начавшегося Steam Puzzle Fest. Я скачала больше 40 демок, 47 если быть точной, но большинство из них я забраковала и оставила только 8. 4 я покажу в этом видео, 4 во второй части. И плюс еще во второй части в конце покажу вам одну головоломку, которую очень советую, крайне советую обратить на нее внимание. Это, пожалуй, лучшая и моя любимая игра из головоломок, которую я когда-либо пробовала. Но все это будет во второй части, а сейчас у нас первые 4 игры, которые я отобрала для собственного прохождения. Приятного просмотра! Первая демо, которую мы посмотрим, это портал. Демо первой части. На обе части сейчас в Steam очень хорошие скидки. Вторая часть, она хороша в кооперативе. В кооперативе она очень веселая. Первую я не пробовала. Честно скажу, не пробовала. Поэтому поиграю сейчас в демо, посмотрю, на что это вообще похоже. Что тут можно делать? Можно взаимодействовать с разными объектами. На клавишу действия. Добро пожаловать в комьютизированный экспериментальный центр при лаборатории и следствии. Они здесь будут разговаривать. Вот эта компьютерная женщина, она будет очень много и очень нудно болтать. Ой, кружечка разбилась. Радио? Радио не разбивается. Кружка разбилась. Да, осталось половину. Да, да, да. Ой, как она много болтает. Я не знаю, может мне тогда выключить комментарий, будем ее слушать. О, ладно, тут болтает. Постараюсь не обращать на нее внимание. О, кстати, это моя героиня, да? Я так понимаю, мы играем за женского персонажа. Что у нее на ногах только? Неясно, это протезы или, может быть, датчики движения? Или, может, какие-то устройства, позволяющие ей выше прыгать? Я не знаю, но выглядит жутковато. Не знаю, что у нее с ногами, они как будто бы выгнуты или какие-то... Ну, знаете, устройства, чтобы кости лучше срастались, которые на ноге надевают. В общем, жутковато выглядит, немного неприятно. Так, это что? Это камеры. С помощью камеры эта женщина компьютер за нами наблюдает. Не знаю, кроме нее здесь нам встретятся вообще люди, другие персонажи, человеческие. Или этот комплекс, он захвачен сумасшедшим компьютером, который будет над нами проводить эксперименты. Нам дали кубик, и его, естественно, нужно поместить на кнопку, это очень просто. Поле раскаленных частиц? Экспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный, утяжеленный завод куб. В это поле я не могу поместить куб, да? Я хотела проверить, но если я куб забираю, то дверь закрывается. Ладно, потом, может быть, проверим. А вообще, я играла в какую-то демку, которая явно копировала портал. Как же она называется? Энтропи-центр, по-моему, эта игра называлась. И вот очень все было похоже, буквально один в один. Тоже там были кубы, которые уничтожались силовым полем. Тоже были кнопки, было все ровно точно такое же практически. И даже компьютерный компаньон был у нас, только он был встроен в наше оружие. И с помощью оружия там тоже можно было делать разные штуки. Непонятные иконки. Найдемте дальше. Желеный грузовой куб на 2500 лейдоватную экспериментальную зверху. Ага. Я не знаю, почему она так резко замолкает, я ничего не нажимаю. В общем, нам нужно взять куб и поместить на кнопку. Могла бы попроще сказать. Поместите усиленный такой-то куб на такую-то, такую-то кнопку. Подожди, как мне выйти? Откройте, пожалуйста. О, это я. Точнее, мой персонаж. Почему у нее ноги такие поломанные, выгнутые, я не знаю, мне жутко на это смотреть. Откройте, пожалуйста, еще раз, я не успела выйти. Совсем понимаю, как это работает. И что мне дальше делать с кубом? А, вот, подожди. Идеально. Вот и кнопка. Немедленно покиньте исследовательскую камеру. Поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью... О, какой гнусавый, нудный голос. Во второй части я послушала ее голос, он был гораздо приятней. Там, по-моему, там озвучка английская была во второй части. Есть озвучка русская, она мне не особо нравится, но, в принципе, терпимо. Все, проходим дальше. Каким-то образом. Порталы работают, открываются случайно... Случайным образом и ведут в различные помещения. Ну, пока все получается у нас, да. Пока мы молодцы. Ну, в кооперативе, конечно, веселее, но, в принципе, и в одиночестве... Обратите внимание, что привкус крови борту... А, ну, все получается. В смысле, по бочным эффектам? В смысле, по бочным эффектам? Ну, ничего себе новости. Оказывается, силовое поле вызывает разрушение и выпадение зубов. А вы тут стоматолога мне оплатите с вашими экспериментами? Очень даже не круто будет остаться без зубов. Вы знаете, сколько сейчас стоматологии остается? Интересно, наша героиня, кто она вообще? Кто она? Почему она подписалась на эти эксперименты? Или, может, ее похитили и заставили в них участвовать? Ничего не понятно. Кто мы вообще? Зачем мы здесь? За каким вообще греном нам все это надо? Из-за денег? Или еще из-за чего? Да, мы получаем портальную пушку, и нас тут инструктирует, что нельзя даже смотреть на рабочий конец устройства, иначе может случиться что-то ужасное. Ладно, постараемся не смотреть. Вынести устройство за пределы лаборатории. О, здорово. Я, оказывается, могу отстрелить камеры? А я думала, что... Что этот луч портальный, он не может воздействовать на физические объекты, ни на какие он просто открывает порталы, но он может еще сбивать камеры со стен. Интересно. Ладно, идемте... Идемте дальше. К новому испытанию. Я не буду сильно задерживаться на каждой демке, я не буду ее до конца проходить. На каждую демку я потрачу где-то приблизительно минут по 10. Ну, может, чуть больше, если демка мне сильно понравится. Ну, общие сложности где-то будет на 40 минут видео, может, больше, может, в пределах часа, в общем. Говорят, что нельзя уничтожать оборудование, но чтобы ее позлить, я все равно это буду делать. Ну, пока мне не надоест. Так, как сюда попасть? То есть, нужно зайти в портал, и тогда я выду с той стороны, которая мне нужна. Но я не совсем понимаю, как... Тут это работает не так, как во второй части. Во второй части там можно сделать портал входа и портал выхода. Успех проведения опыта не уничтожен. А здесь... Здесь портал входа, он как-то сам по себе открывается? Случайно в местах. Помните, день открытых дверей в лаборатории исследования природных порталов. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Подвергнуть испытаниям ваше семейство. Ну да, что может быть лучше на выходных для семейства, чем провести отдых в исследовательской лаборатории, где я буду ставить ужасные эксперименты над членами семьи, естественно. Я так понимаю, этот поехавший компьютер нас держит в плену. Я ни разу не проходила первый портал, и я даже... Я даже не смотрела ничьего прохождения, я даже примерно не имею представления, что здесь происходит, но похоже, что все именно так. Потому что над нами ставят дикие эксперименты, потому что я не вижу здесь никакого живого человека. Так, здесь кубик в яме. Ну давайте прыгнем и вытащим его через портал. Все очень просто, я так понимаю. Вот и вся ваша загадка. Есть что-нибудь посложнее? Ага, в следующей камере наблюдения отсутствует. Да мне и так никто особо не приходит на помощь, так что... Все равно будут они наблюдать, не будут наблюдать. Все равно я здесь все сама решаю, все загадки сама. И кто мне и так не помогает. Но этот компьютерный голос, он вообще не помогает практически. Он просто не дает нам заскучать. Хотя иногда дает полезные подсказки. Особенно поначалу, пока еще не ясно, что делать. Так, я вижу портал, я вижу куб. Мне для начала нужно как-то этот куб достать. Нужно подумать, где открыть портал, чтобы я смогла попасть туда, куда мне нужно. Ну давайте на ту платформу встанем. Там, где портал входа. Подожди, если я сейчас сюда войду, то я выйду через вот этот оранжевый портал, да? Да. Ой, здесь еще один кубик. Давайте его сначала вытащим, это будет проще. Поставим его на кнопку, а как же достать второй? Как достать второй? А, чтобы достать второй. А, я поняла. Я поняла. Все очень просто. Теперь мы выходим и появляемся с другой стороны. Все элементарно. Там, кстати, тестовая, точнее, наблюдательная комната, где за нами, наверное, должны следить экспериментаторы. Но там никого нет, там ни одного ученого нет, вообще никого нет, кроме компьютера. А, и она мне только что сказала, что перестанет говорить мне правду. То есть, если она скажет, что я делаю успехи, она мне соврет, да? А если у меня наоборот все будет получаться, она скажет, что я все делаю ужасно. Ладно, едем дальше. Наверное, еще одно-два испытания, и я буду заканчивать с этой демкой. Ну, в общем, интересно. Интересно, но... Не так, что прямо очень сильно. Ну, возможно, я все-таки возьму эту игру по скидке и пройду ее полностью, первую часть. ...безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых находится в левой части камеры... Ага, можно покороче. ...мог прийти и регулярно приводит к таким невосполненным увечьям, как полная аннигиляция. Понятно, этот шар, с прикосновения с ним смертельно. И мне нужно что-то с ним делать, сделать, например... Ну, это было довольно просто, хотя я не знала, что это устройство его поймает в ловушку. Просто хотела проверить, что будет. Давайте, наверное, будем заканчивать на этом испытании, потому что я не знаю, сколько еще осталось. Я потом, может, пройду, куплю эту игру и пройду ее полностью. А сейчас переходим к следующей демке. И следующая демка называется... ...Train 2. Не помню, что это слово значит. В общем, вот название игры. Демо-версия. Давайте начнем. Здесь есть русские субтитры, русская озвучка. Довольно-таки неплохая. Ну, я не слышала английскую, поэтому я не могу сравнить, но русская... ...и стали защитниками королевства. Ничего против нее я не могу сказать. Я расскажу вам об их недавнем приключении. Чтес хорошо все озвучивает закадрованный голос. Что-то таинственное и волшебное происходило. Все достаточно просто. У нас есть три героя. Первым из героев был волшебник Амадей. Возможно, не самый храбрый и не самый сильный из них. И о них нам сейчас расскажут. Он умный и здравомышлящий. Вторым был рыцарь Понтий. Бесстрашный защитник королевства. Любитель хорошо выпить, закусить и подраться. И, наконец, Зоя, воровка. Предпринимательница. Зоя, предпринимательница. Ну, классическая тройка. Маг, воин и лучник. Волшебник Амадей мирно спал в своем загородном домике. Здесь, где его не донимала сварливая жена, он мог спокойно изучать заклинания огненного жара. Мне очень нравится повествование. Казалось бы, ничего оригинального в этой игре нет, но она, во-первых, очень красивая, а во-вторых, мне нравится, как повествование подается. Погаси свет, я сплю. И способности у героев классные. Сейчас это увидим. Кто здесь? Я просто знаю, потому что я уже поиграла. Чуть-чуть поиграла, до конца я эту демку не проходила. Я просто поиграла и поняла, что это что-то годное и что это надо записывать. Вот. Как странно. Очень красиво, просто посмотрите. Какое все красочное, красивое. Приятное. Фантазийное. Ну, играем в таком стиле, в каком она и должна быть. Чтобы перепрыгнуть в другую сторону. И это мы сможем сделать с помощью вот этого пузыря, который нас поднимет. Наверх. Наведите указатель на булыжник, поднимите вверх. Но для великого волшебника Амадея не существует преград. Ведь силой своей магии он может поднимать предметы. Очень здорово. Ой, нет, меня сейчас раздавит, кажется, булыжник. Давайте еще раз его уберем. И пройдем дальше. Амадея также может создавать ящики прямо из воздуха. Я хочу попробовать наверх залезть, но я не знаю как. Если нарисовать второй ящик, создать попробуем. Он только один может создавать. А второй сразу исчезает. Значит, туда я не доберусь, получается. Ну, может, как-то можно. Ну, да, получилось. Но теперь я на другую сторону не могу пройти. Вот тут ящик и пригодится. Кстати, кстати, у меня есть одна идея. Сейчас попробуем. Нет, два ящика нельзя. Только один. А если я попробую воздействовать своей силой? Да, получилось. Получилось. Но я не буду собирать эти флакончики. Я не знаю, что они мне дают, кстати. Я не знаю. Я не знаю. Разрываясь между любопытством и страхом, волшебник шел за ним. Я желаю знать, что происходит. Тройка. Только не это. Только вот это. Наши герои снова встречаются. Видимо, они познакомились в первой части, а во второй части они уже друг друга знают. Нет, помните, давай без меня. Меня дома дети малые ждут. Не могу же я их бросить. Но без твоей волшбы нам не быть. Всю родину в опасность. Когда же кончится этот кошмар? Нытье-нытье. Но Амадей понял, что герои снова оказались востребованы. Ну да. Герои есть герои. Расскажу. Волшебник хочет просто жить нормальной жизнью, но его заставляют участвовать во всех этих приключениях. А рыцарь, я так понимаю, персонаж, который сам рвется в бою, и хочет подвигов, и хочет сражаться с врагами. Ну, а это у нас классический рыцарь-воин, который полагается только на грубую силу. Можно делать высокий прыжок. Понтий обыскал всю ферму, но ничего не обнаружил. Наверное, эти злодеи сбежали, едва меня завидят. Ну, пахнет, ничего. А тут гигантские сорняки ожившие. Я вот это подберу. Я не знаю, что это и зачем это, но я это подберу. Может, это влияет на ачивки в полной версии игры. Или может... Ой, подожди, там платформа. Нужно успеть на нее запрыгнуть. И мы куда-то проваливаемся. Сменить оружие. Нас учатся особенностям взаимодействия с каждым персонажем. У всех персонажей есть свои способности, и пройти всю игру мы можем, как я понимаю, только задействуя их всех, и способности каждого из них. Забрались у явно с этими сорняками в самое их логово. Я тебе покажу. Я Понти смелый. И меня не одаряйся каким-то там одуванчиком. А, и тут самый разгар сражения. У нас находит этот артефакт. Понти и так и не понял, как же все-таки работает троих. И собирает опять все троицу вместе. Что артефакт хочет ему помочь. Ага. Понти и обрадовался? Обрадовался. Что может быть лучше в пассиве? Ну, этот персонаж, он безбашенный вояка, которому подраться, помахать мячом. Я не в курсе вообще, что это за артефакт, что это за герои, как они познакомились, что там было у них. Приключения в первой части, я вообще ничего не знаю про эту игру. Не про первую, не про вторую часть, вот только то, что я видела в демке, и все. И то демка я до конца не проходила. Выстрелите из лука. Лучница-воровка. Тоже классический персонаж. Со своими особенностями. Быстрая, ловкая, и может на расстоянии убивать врагов, или что-то делать, например. Зацепляться за платформу, прыгать с них, забираться на различные высокие места. Сорвалась. Хотела зацепиться, но недостаточно. Недостаточно близко к этой поверхности. А вот теперь получилось. Впадаем в сено. И тут она увидела. Мерцающий огонек на крыше Старой Церкви. Я не видела никакой огонек. Но это не важно, нам нужно залезть на крышу сейчас. Каким-то образом. Ага, сюда, потом сюда, но все довольно просто. Вот мы забрались. Нет, еще не все. Нажмите на В, чтобы прыгнуть выше. Тройка. Вот не кстати. А вот и за третьим персонажем прилетает артефакт. Опять взялась за воровские проделки. Нет, я могу это подтвердить. Скажите, а куда мы идем? И персонажи теперь в сборе. Что-то странное творится. Новое приключение. Ну что, в путь? Итак, тройка явилась за героями. И их приключение вот-вот начнется. Амадей переживает за свою семью. Понтий жаждет новых подвигов. А Зоя, конечно же, думает о сокровищах, которые их ждут. Ну конечно, естественно. Сокровища это самое важное. Так, что я хочу сказать. Игра мне понравилась. Я демо полностью не проходила, но может потом пройду для себя. Сейчас я заканчиваю, потому что 10 минут где-то уже прошли. Я не буду слишком много времени тратить на каждую демку. Давайте перейдем к следующей. Следующая демка называется... Точнее, игра. Называется Inside. И мы сейчас посмотрим ее демо-версию. Игра довольно знаменитая. Я думаю, она не нуждается в представлении. Но что меня здесь выбесило, это управление. Ну, я постараюсь привыкнуть. Может, если привыкнуть, все будет не так ужасно. Но поначалу, когда я пробовала, я немного поиграла. Меня это управление выбесило. Я удалила эту демку. Я очень сильно ругалась. Потом я остыла, скачала ее заново. Попробовала еще раз. И на этот раз у меня уже лучше получилось. В общем, к управлению нужно привыкнуть. Но управление совершенно отбитое. Почему нельзя было на ВСД сделать, как обычно? Зачем на стрелочке ходить? Ну, вообще, это могло прийти в голову, какому больному? Извращенцу. Ладно, неважно. Игра классная, но управление отстой полный. Вот что я хочу сказать. Мы играем за пацана. Который не хочет, чтобы его заметили. Это пока все, что я понимаю. В мире, очевидно, происходит то ли апокалипсис, то ли какая-то полная жесть. Людей захватывают, возят в непонятном направлении. Ой. У нас хватают мужики в черном и в белых масках душат. Или, может, усыпляют. Я не знаю, что они делают с нашим героем. Кто это? Что они... Почему они нас ищут? Чего они от нас хотят? Но выглядят они явно не дружелюбно. Ничего хорошего для нас они не хотят. Может, они хотят нас посадить вот в такую же цистерну с окошком? И, может, сделать с нами что-то ужасное? Я не хочу проверять. Мы не будем попадаться к ним в руки. Холодильник и птица. Может, кстати, это отсылка на Стивена Кинга? А может и нет? У Стивена Кинга в одном рассказе ужасов шла речь про одержимый холодильник. Ну, ладно, неважно. Речь сейчас не об этом. Пробираемся дальше. Повсюду. Заставы, преграды, блокпосты. Нас ищут, ловят. А может, и не нас, а всех оставшихся нормальных людей. Ага. Дальше я не пройду, высоковато. Мы еще нормальный человек, наверное. Наш герой нормальный человек? Или он ненормальный? Или он не человек? Но выглядит как обычный пацан. Вообще, насколько я знаю, у этой игры нет какого-то определенного внятного объяснения сюжета. Каждый его трактует сам. Вообще, во всех играх этого разработчика... И сюжет он максимально неясный, неопределенный. Подается только мрачными образами, намеками и вот этим всем подобным. Никто нам прямым текстом не объяснит, что здесь творится. Поэтому я буду строить догадки совершенно свободно. И никто мне за это ничего не сделает и не скажет. Что хочу, то и думаю. Что хочу, то и говорю. Все. Пробираемся через болото. О, нет, нас заметила полицейская псина. И она нам сейчас откусится. Часть полупопия, если мы не будем шевелиться. Ой. На самом деле, я специально остановилась, чтобы посмотреть, что будет. Собака очень злая. Она на нас сразу бросается и откусывает, по-моему, полтуловища. Не то, что полупопия. В общем, этой псине лучше не попадаться. Давайте быстрее. Быстрее, пожалуйста, пацан. Вот чуть-чуть. На последнем моменте мы успеваем от нее сбежать. Ну, понятно. Мир очень враждебный, очень жестокий, очень недружелюбный к нашему герою. И нас тут готовы убить, сожрать и уничтожить абсолютно всех, кто на нашем пути встречается. Ну, собаки точно нас щадить не будут. Мужики в масках. Может, они нас не убивают. То ли они сворачивают шею, то ли они его придушивают, а потом его в плен захватывают. Не знаю. Что они с ним сделают. Может быть, смерть это не такая уж плохая альтернатива, если подумать о том, что может с ним случиться. Падно. Давайте просто постараемся убежать. Нас убили, расстреляли. Но, кажется, это не пуля, это дротик со снотворным. Ну, значит, они хотят все-таки взять живым нашего героя, взять живым. Но я им живым не дамся, естественно. Я не совсем понимаю, как от них убежать. Возможно, стоит затаиться. Возможно, стоит затаиться. Они убивают меня, все равно догоняют, потому что, естественно, они на машине, а я на своих двоих от них убегаю, и это бесполезно. Давайте попробуем сейчас под скалой спрятаться. Я видела, там есть место. Я попробую. Да, получилось. Он испуганно дышит и прижимается к этой скале. Как у него сил хватает все выдерживать, все испытания, которые свалились на его долю. Постоянную беготню, постоянные преследования. А он всего лишь маленький ребенок, маленький мальчик. Здесь лес, машина, фарами светят. Ну, конечно, конечно, нас заметили. Давайте будем убегать. А, тут нужно было прыгать, да? А если не прыгнуть, то он меня схватит и придушит. А нужно ли вообще убегать? Я должна бежать от него? Или это неправильное решение? Подождать, пока он проедет, тоже нельзя. Вот если я тут присяду, ничего не происходит. Я так понимаю, надо убегать от него. Изо всех сил, как от той собаки. Ну, погнали. Попробуем убежать. Перепрыгнем в ревно. Бежим, бежим. Так, он провалился в болото. Это мне дает время. Ага. А вот тут его товарищ. По-моему, сейчас он расстрелял... Нашего персонажа из автомата, уже из боевого оружия. Потому что я не видела никаких дротиков. Значит, скорее всего, его насмерть уже застрелили за попытку побега. Так что совсем не обязательно они хотят живьем нас взять. А если тут перетормозить? Да, машина уезжает. Я успеваю пробежать. Сейчас они могут меня застрелить в спину, но... Постараюсь убежать, нет. То есть... Да. То есть они пытались. Они пытались, но... Им не удалось. Я успеваю быстрее убежать. Они на меня собак... Всех-всех собак спустили. Хорошо. Хорошо. Мне повезло, что здесь была вода. Иначе бы наш персонаж разбился, и его приключения бы на этом закончились. Они его застрелили прямо в воде. Ясно. Свободно плавать нам тут нельзя. А что будет, если попытаться под водой проплыть? У нашего героя есть шкала воздуха, что-то такое. Нет. Ну, конечно, ну, конечно, он утонул. Нет, ну, я примерно доказывалась, что так и будет, но... Приходится именно на глаз оценивать, сколько у него выносливости, потому что никакой визуальной информации тут не подается, в виде шкалы выносливости или типа того. Никаких визуальных интерфейсов нам не показывают. Ну все, мы проплыли. Достаточно это световое пятно под водой проплыть. Дальше можно выныривать и плыть уже свободно. Они, к счастью, не догадываются посветить по воде прожекторам, чтобы нас засечь, поэтому мы спокойно бежим дальше. Ну, как спокойно. Я не знаю, что будет ждать нас впереди, но пока... Пока есть целых полминуты, когда за нами никто не гонится. Кукурузное поле. И здесь, возможно, кто-то прячется и сейчас сожрет нашего героя. Внезапно никого. Пока что. Довольно популярная игра, но я никогда ее не проходила. Вообще никогда. Какие-то отрывки геймплея я видела, но это было очень давно. Поэтому я не знаю, что будет дальше. Я не помню просто. Может, я когда-то что-то видела, но это было слишком давно. Ну, так про эту игру я, конечно, слышала. Она довольно знаменитая. Куча свиней мертвых. Тут была свиноферма. Зачем всех свиней перебили? Люди в масках захватывают обычных людей, превращают их в непонятно что, а животных они убивают. Или, может, животные сами погибли? Может, началась чума? Может... Не знаю. Но я спрыгнула. Я спрыгнула, и ничего не случилось. Рычаг ничего не делает. Мы пришли на заброшенную ферму. Откроем дверь. Хорошая ли эта идея или нет, понятия не имею, но мы выясним. Это кто? Это что вообще такое? Это цыплята? Я надеюсь, это не злобные зомби-цыплята, которые на меня сейчас набросят со всей стаей и заклюют. Они не враждебные? Мы сейчас узнаем. Заводим эту штуку. Это генератор? Возможно. Нет, цыплята ничего не делают, если это цыплята. Скорее всего, это они. Больше я ничего не могу сделать с генератором. А, и сейчас я активирую рычаг, и что-то произойдет. И зачем я это сделала? Надо подумать, что делать. Пока не ясно. Сейчас почему-то стоп-сено упал. Я не совсем поняла, как это работает. Почему раньше я нажимала, ничего не происходило, а сейчас внезапно произошло. Но, видимо, надо было нажимать в определенный момент. Выбрались на крышу. Конечно, ничего хорошего не произойдет, если я упаду с такой высоты. Но посмотрим. Посмотрим на все смерти нашего героя. Пацан разбился, конечно. Но я так понимаю, нужно прыгнуть с разбега. Попробуем. Да, и он приземляется на тележку. Подожди, он жив? Да, да, он жив. А дальше эту тележку придется подвинуть поближе к забору и перебраться на другую сторону. Ну что, мы успешно и проделываем. Какие неприятности будут ждать нас на другой стороне? Очень любопытно. К управлению я уже почти привыкла. Но я все равно считаю, что оно полностью отбитое. Очень хорошо. Он сам перелезает через забор. Не нужно искать никаких тележек. И он даже не утонул в болоте. А я подумала, что, возможно, следующая смерть пацана будет... Гибель в болоте, если его туда затянет, в трясину... Бешеная свинья, бежим! И что с ней делать? Что с ней я должна делать? У меня нет никакого оружия. В общем, я поняла, что с ней делать. Сначала я искала либо оружие, либо предмет, чтобы от нее спрятаться. Но нет ничего. У нас нет ничего вообще, кроме прыжка. Нам нужно через нее перепрыгивать каким-то образом. Она героя ударяет. Все равно этого мальчика. Но он остается жив иногда. А иногда не остается жив. То есть нужно успевать перепрыгнуть в определенный момент. Она делилась со свиньей. Только вместо бешеного быка у нас бешеная свинья. На спине которой мы должны прыгать. Я теперь должна на нее встать и что-то сделать, да? Она ударилась и потеряла сознание. У нее что-то торчит. Это хвост. Или это больше похоже на червя, если честно. Вау. Фу, какая гадость. Какая гадость. Все. Свинья успокоилась. Похоже, эта червь ее грыз изнутри. И поэтому она была такой нервной. Мы ее тащим. Тащим вот к этой лампе. К этому устройству непонятному. Что это? Устройство, контролирующее этих зомби. Эти люди похожи на зомби. А шлем? Мы как будто бы мысленно отдаем им команды. Можем их двигать в разных направлениях. И можем также нажимать на клавиши. И они будут что-то делать. Значит, нужно двигать в другую сторону. Все? Видимо, все. Очень интересно. Очень интересно и еще более непонятно. Что за шлем мысленного контроля? Что за люди-зомби? Может, как раз таки в зомби превращают тех, кого похищают? В безвольных рабов. На этом демо заканчивается, я так понимаю. Можно либо продолжить, но тогда, скорее всего, он меня перекинет на страницу в стиме, чтобы я игру купила. Она сейчас по скидке. Следующей игрой я пройду вторую, точнее, первую, скорее, по счету. В общем, еще одну игру этого автора под названием Лимбо. А эту, возможно, я куплю. Да, сейчас они по скидке тоже. Инсайт дороже, чем Лимбо, но она классная, если привыкнуть к управлению. Давайте начнем прохождение Лимбо. На инсайт я потратила, наверное, больше всего времени за эту часть. За 10 минут я не уложилась. Я ее где-то, наверное, минут 20 проходила или чуть меньше. Ну, плюс еще неудачные попытки, которые я, скорее всего, вырежу, потому что не хочу сильно затягивать Сирию. Ну, точно так же играем за пацана, пробуждаемся в сером, в черно-белом, скорее, бесцветном мире. Пацан открывает глаза и бежит. Падает и умирает. Не нужно было прыгать. Не нужно было набирать дополнительную высоту, он разбился. Просто спрыгнем без дополнительных прыжков. Здесь яма с кольями, перепрыгиваем. Пока все довольно просто, точно так же, как в инсайт здесь все. Это игры одного и того же разработчика, если я ничего не путаю. И управление здесь точно такое же, но я уже к нему практически привыкла. И оно уже меня практически не бесит. Идем вперед. Решаем сложные задачки, перебираемся через разные препятствия и плывем. В этой игре тоже нет внятного объяснимого сюжета, но говорят, что это может быть загробное посмертное приключение этого парня. Уж не знаю, чем этот мелкий пацан в жизни так и нагрешил, что в загробном мире он вынужден проходить через такие испытания, но тем не менее. Можно поискать тут глубинный смысл. И тут, и в инсайт, но инсайт, если честно, мне больше понравился. Там мне интереснее искать глубинные смыслы, чем здесь. Но, возможно, дальше будет интереснее. Эта игра, она тоже неплохая. И она сейчас очень дешево по скидке стоит. Так что... Может быть, я ее возьму. Забираемся, прыгаем. Допрыгну я, не допрыгну, допрыгнула. Будем осторожны с пацаном, но по возможности посмотрим разные варианты его смертей. Потому что это мне тоже интересно. Я, конечно, не кровожадная, но... Это капканы, да? Смотрите, кажется, это капканы. О, очень жестокая смерть. Больше я так делать не буду. Ну ладно, он же все равно не умирает. Он перерождается снова на чекпоинте. Хотя ощущения ему, скорее всего, приходится не слишком приятно испытывать. Ладно, все, больше я так не делаю. Просто перепрыгиваем через капканы и идем вперед. У меня тут было несколько неудачных попыток. Непонятно, что здесь висит на веревке. Дохлое животное. Мы должны под него поставить капкан, а потом прыгнуть, и оно туда попадет, и веревка поднимется выше, и мы допрыгнем до уступа. Такая система. Я тут попала один раз в капкан, случайно другой раз не допрыгнула. Долго возилась с этим местом, хотя ничего сложного, казалось бы. Ну все, наконец-то получилось, идем дальше. Катится валун. А давайте... Да, давайте посмотрим, что будет. Ну, что будет? Понятно, что будет. Хорошо, сейчас от него нужно убегать. У меня хватит времени. Все, с ним больше ничего не нужно делать. Например, точить его нельзя с собой? Нельзя, похоже. Значит, он нам не пригодится. Темный лес, полный опасностей. Висящая лиана. Зачем? Ящик и вода. Что с ящиком делать, столкнуть воду? Он плывет, и, возможно, мы на нем переплывем на другую сторону. Нет. Не переплывем. В отличие от инсайд, наш главный герой плавать не умеет. Поэтому ящик в воду толкать нет никакого смысла. Мы на нем никуда не доплывем. Ящик тонет, наш герой тоже тонет. Поэтому единственный правильный вариант, это подтащить его к этой лиане. Забраться наверх, на дерево. И дальше уже что-то здесь сделать. Может, по деревьям перебраться. Через эту лужу. Но сначала нужно попрыгать по ветвям. Наконец-то я куда-то продвинулась. Но в этой игре она сложнее, чем инсайд. Я сразу скажу, я здесь застревала гораздо чаще. В инсайд я почти не застревала. Почти. Была, ну... Подожди, там веревка еще одна. Что здесь будет? Что получить ачивку, вам нужна полная версия игры. Ясно. Тут ничего, кроме ачивки, но нам ее не дадут, потому что это просто демо-версия. В общем, в инсайд все было как-то понятнее. Здесь я думаю делать что-то одно. Игра от нас хочет что-то совершенно другое. И пока ты додумаешься, что вообще запланировал разработчик, потратишь кучу времени и нервов. Вот и все. Но я все-таки разобралась. Спустя миллион попыток, которые я вырежу. Сталкиваем бревно. Бревно будет плыть? Нет, не будет. Еще нужно подтолкнуть. А вот теперь, возможно, я допрыгну. Или может еще чуть-чуть подтолкнуть? Вот сейчас точно допрыгну. Наверное. Мне кажется, оно назад отплывает. Да, допрыгнула. Кое-как. Она не такая интересная, как инсайд, и она более сложная. Потому что загадки, как мне кажется, нелогичные. Лично для меня. У меня совсем другие варианты решения возникают, но они не подходят. Огромный паук прячется за деревом. Давайте посмотрим, что он сделает с нами. Он нас просто убивает и выкидывает. Окей. Итак, то, что нужно делать, оказывается... Знаете, что нужно делать? Нужно достать этот капкан с ветки. А достать его нужно, провоцируя паука на то, чтобы он нас атаковал. И при этом земля сотрясалась, и капкан медленно сдвигался вниз, пока не упадет. Я сначала искала ветку, чтобы капкан сбросить, или камень, чтобы его подбить, и он свалился вниз. Потом я пыталась вернуться назад и притащить ящик, чтобы по ящику забраться на эту ветку и столкнуть капкан. Но оказалось, нужно было делать вот это. Нужно было согреть паука на себя, чтобы он сам уронил капкан. Опять же, о чем я и говорила. Это бы мне пришло в голову в самую последнюю очередь. Для начала я искала более простые варианты решения задачи. Да, и вот таким образом мы заманиваем паука в этот капкан. Сейчас он поднимет лапку, это значит, что он будет атаковать. Нам нужно отбежать подальше, но еще успеть капкан передвинуть, потому что... Потому что... Иначе лапа не попадет в капкан, а попадет мимо. Ой. Все, осталась еще одна лапа. Ага. Она поднимается чуть-чуть. Подвигаем капкан, отбегаем. Все, капкан сломался, но и лапы у паука тоже все переломаны. И он понимает, что с нами лучше не связываться. Проходим дальше. Я на всякий случай перепрыгну. Капкан вроде сломался, но я не буду рисковать. Если честно, меня уже эта демка немножко притомила. Я хочу, чтобы она побыстрее закончилась. Куда-то идем. Идем, идем. Почему мы идем так медленно? А, мы застряли в паутине. Ясно. Наш пацан застрял в паутине, и паук к нему медленно подбирается в надежде расквитаться за поломанные лапы. Если это тот самый паук. Продолжить. Продолжить или нет. Если продолжить, то нам предложат купить игру. Она по скидке, она дешевле, чем инсайд. И я понимаю, почему. Потому что она не такая классная, как инсайд, но тоже неплохая. Если хотите, можете взять и ознакомиться. Может быть, я тоже ее возьму. Вот такие первые четыре игры, которые я выбрала для части 1. Скоро выйдет вторая часть. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока-пока. Продолжение следует.